Всем привет! Это шестая серия курса. В ней мы с вами будем делать ноги. Первонаперво добавляем мы с вами объект. Кривая. Shift-A. Curve. Например, пусть будет не без Ear, а пусть будет Path. Заходим в режим редактирования. Tab. Вот эти промежуточные точки нам не нужны. Можно вот так нажать Ctrl-X. И затем выделяем все и уменьшаем. Теперь, поскольку мы намечаем кости, мы смотрим на анатомический референс именно костей. Как вы помните, линия таза у нас достаточно достоверная, она достаточно правильная. И она вторит линии таза, которые на анатомическом референсе. Мы берем вот эту точку и помещаем вот так сюда. Примерно в центр. Примерно в центр, можно чуть пониже. Не забывайте, что таз заканчивается у нас вот здесь. А вот здесь уже идет косая мышца пресса. Поэтому мы ориентируемся на вот этот вот участок. Где-то отсюда и вот досюда. И у нас точка находится посередине. Затем вторую точку мы подвигаем к первой. Примерно вот сюда. Она должна немного выступать за линию таза. Вот так ее сюда отпозиционировали. Затем мы нажимаем И и экструдируем ее ниже. У нас будет сейчас точка, которая отвечает за коленочку. Коленочка у нас находится, если по пропорциям, то вот здесь на втором квадратике. На втором кубике, который у нас равен длине головы. Вот, пожалуйста. На данном этапе мы можем сделать вот так дубликат. То есть мы немножечко разъединим ногу. Вот так дублируем вот эту вот вершинку. И экструдируем вот так вертикально вниз. Можно по оси Z даже выровнять. Суть заключается в том, что ноги, они идут у нас, как видите, немного иксом. То есть у нас берцовые кости, они у нас идут ровно. В то время как бедренные кости, они у нас идут под углом. На такое сужение. Это не две параллельные линии. Должно получиться так, что когда человек прям четко примкнет ноги друг к другу, не должно быть особо больших зазоров. Естественно, бывает такое, что ноги идут колесом. Это значит, что вот здесь, между бедренной костью и берцовой костью, угол меньше. То есть у нас идет такая прямая линия. И когда это все выпрямится, ноги будут казаться колесом. Ровные ноги, это на самом деле кривые ноги. Ну, кривые по естественным причинам, да? Не забудем мы с вами и про вид сбоку. Уже не в режиме редактирования, а в объектном режиме. Мы берем вот так G, Y. Пододвигаем вот эту нашу будущую ногу на центр примерно. То есть здесь у нас нет ягодиц. И поскольку их нет, мы пододвигаем на центр. Если бы они были, они бы тоже нам добавляли объем к силуэту. Но мы их сделаем. И тогда это уже было бы, ну, примерно на одну треть. Затем в режиме редактирования мы выделяем голень. Вот эту вот. Отодвигаем ее чуток назад. Можно поставить ее ровно в центр координат. Вот так по голубой оси Z. А линию бедра, вот эту кость, мы оставим там, где она есть. При желании, если хотите сделать менее торчащие коленки в будущем, то можно вот эту нижнюю точку вот так пододвинуть. Но я, пожалуй, оставлю. Посмотрим, что из этого получится. Теперь мы можем применить все трансформации данной ноге. Ctrl-A, All Transforms. Ну, и также применить ему модификатор Mirror. Вот так. У нас получатся вот такие две заготовки. Топа нам на данном этапе не нужна. Мы ее сделаем позднее. Мы сейчас сконцентрируемся на бедрах и голенях. Затем в свойствах сплайна мы находим здесь Bevel. Depth мы ставим примерно на 0.02. Вот так. Теперь на самих костях нам нужно наметить выступающие их части. Ставим 3D курсорс сюда. Добавляем Mesh. Сфера, можно Ico-сфера, можно UV-сфера, без разницы. Уменьшаем ее и размещаем сферу в этом месте. Она у нас слегка побольше диаметром, чем диаметр непосредственно кости. Она должна выступать. Теперь мы дублируем эту сферу. Тащим ее вдоль ноги. Увеличиваем ее еще немного. Теперь ее диаметр должен быть уже где-то раза в два больше, чем диаметр ноги. Позиционируем эту сферу так, чтобы она вот так не доходила до края вот этой кости бедренной. Это раз. Затем мы ее дублируем еще раз. Теперь мы ее немного сплющим по оси Z. Ну вот так, буквально слегка. И также отпозиционируем ее вот сюда. В данном случае она уже должна приткнуться к вот этой сфере, которая сверху. Ну и взявши вот эту сферу, мы ее еще раз дублируем и переносим вот так сюда вниз. Вот эта нижняя сфера у нас будет отвечать за щиколотки будущие. Ее также можно слегка уменьшить по оси Y. Ну вот так, буквально на 0.75. Теперь выделим вот это все добро. Отключим пока мест модификатор Mirror. Конвертируем это все в Mesh. Соединим Ctrl J. Origin должен быть по центру. Напоминаю, да? Если что, Ctrl A, All Transform. И затем еще раз накинем модификатор Mirror. Вот так, получится две симметричные ноги. Теперь в режиме редактирования мы также можем наметить вот так коленную чашечку. Пусть она тоже будет у нас. С ней, в принципе, неплохо так живется. Удобнее всего это делать в виде сбоку. Вот так. Выделяем верхнюю сферу, нажавши L. Затем Shift D. Вот так дублируем. Привязка нам уже не нужна, я думаю. Из этой сферы нам теперь нужно получить блинчик. Мы вот так ее скейлим по оси Y, по оси Y. Чтобы получилась вот такая вот плоская фигура. И затем мы должны ее уменьшить раза в два. То есть где-то на 0,5. Ну давайте 0,5 будет, да. Вот так с пропорциональным выделением мы немножечко увеличим верхнюю часть. Вот так. Чтобы получилась такая капля. Ну и теперь нам нужно эту коленную чашечку присоединить к суставу. Тут должно произойти следующее. Мы находим середину. Ну вот примерно вот здесь она, да. Ставим ее вот так сюда, меж двумя костями. И немножечко пододвигаем вверх. Вот так она позиционируется в виде спереди. И вот так же мы ее пододвигаем в виде сбоку. Теперь мы ее немного наклоним. Чтобы у нас фронтальные измерения не сбились, мы используем именно наклон, а не поворот. То есть если мы используем поворот, то во фронтальной проекции она станет короче. Нам это не то, чтобы нужно. Мы нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S и вот такой наклон мы с вами производим. И затем вот так сюда прилепливаем. Здесь у нас будет промежуток небольшой, ничего страшного. Мы его потом залепим. Затем будет неплохо наметить косточку, которая называется у нас фибула. Фибула, да. Она находится у нас на голени и крепится к берцовой кости. Берем берцовую кость, нашу будущую. Вот так во фронтальной проекции. Вот так вот. Вот так во фронтальной проекции мы ее дублируем. И нажавши Alt-S мы делаем ее тоньше. Тоньше она у нас примерно раза в три, если сравнивать с берцовой костью. И также мы вот так ее присоединяем. Опять же смотрим на анатомический референс. Да, то есть, ну вот тут ее позиция находится. Вот здесь она начинается. И вот так с некоторым сужением она подсоединяется у нас к стопе. Но мы можем вот так поставить 3D-курсор сюда. Трансформация 3D-курсора. И вот так повернуть немножечко ее. Таким образом, вот это вот сужение небольшое мы с вами передадим. Также мы можем немножечко пододвинуть вот эту нижнюю часть. Для того, чтобы персонаж был более устойчивым. Мы возьмем с вами все, что относится к голени. Пожалуйста. И теперь мы нажмем Ctrl-Alt-Shift-S. И вот так слегка мы наклоним. Таким образом, мы делаем персонажа чуть более устойчивым прямо на самых ранних этапах. Теперь мы переходим с вами к мышцам. Мышцы мы также сделаем из кривых. Добавляем. Shift-A. Curve. Снова кривая Path. Входим в режим редактирования. Вот так уменьшаем ее. Затем поворачиваем. И мы первонаперво с вами наметим квадрицепсы. Квадрицепсы это такое более обобщенное название группы мышц. То есть, смотрите, у нас в квадрицепс входит Rectus Femoris Muscle. Часть квадрицепса. Vastus Medialis Muscle. Тоже часть квадрицепса. И, конечно же, Vastus Lateralis Muscle. Тоже часть квадрицепса. Первонаперво наметим Rectus Femoris. Вот эту кривую мы с вами двигаем вот так сюда. До линии, скажем так, чуть выше, чем середина. Линии, на которой мы начинали строительство нашей бедренной кости. Ставим сюда 3D-курсор. Трансформации от него же. Увеличиваем данную кривую вплоть до коленной чашечки. Она к ней крепится. Это мышца. Увеличиваем и вот так поворачиваем немножечко. Также не забываем про проекцию сбоку. Вот так пододвигаем ее. Верхняя часть должна быть в передней части таза, конечно же. А нижняя часть должна вот так крепиться к коленке. Вот так поворачиваем. Ну вот, пожалуйста, прикрепили. Затем нам нужно сделать ей бевел. В данной ситуации достаточно произвольный, потому что мы все равно будем менять радиус каждой из точек. Ну, допустим, пусть будет 0,02 для красивого числа. И мы делаем следующее. Начнем с низа. Нажимаем Alt-S. И тем самым мы задаем радиус конкретной точки в кривой. Уменьшаем ее вот до таких примерно значений. Затем вот эти две точки мы с вами увеличиваем наоборот. Ну и вот эту верхнюю точку мы с вами уменьшим. Вот так допустим. Чтобы наметить другие части квадрицепса, мы сейчас с вами отрежем. Мышцы, которые на данный момент нам не нужны, в том числе rectus femoris, нам не нужна, тоже ее отрежем. Смотрим здесь. У нас из видимых есть только две мышцы. Соответственно, vastus lateralis и vastus medialis. И еще есть четвертая мышца, видите, vastus intermedius. Но она у нас находится внутри ноги, скажем так. Это четвертая мышца квадрицепса. То есть, если вы задавались вопросом, квадра, это же вроде бы четыре. Да, это оно. Но ее не видно. Соответственно, на пластическую анатомию она у нас не влияет. Поэтому мы ее делать не будем. Сделаем мы с вами vastus lateralis. Lateralis. Вот так продублируем нашу первую мышцу. Сильно далеко не отодвигаем. То есть, так вот держим ее рядышком. Верхний ее конец. Мы вот так с помощью пропорционального выделения. Причем connected only, чтобы не задеть ту мышцу, которую мы уже с вами отпозиционировали. Вот так пододвигаем к бедренной кости. Вот так мы ее приклеиваем. Можно даже немного туда утопить. Вторую часть этой мышцы мы приклеиваем к коленке. К коленной чашечке. Но можно немножечко тоже утопить. Смотрим на нее в виде спереди. Видим, что у нее самая широкая часть находится не сверху, а снизу. Поэтому верхнюю часть мы вот так с вами аккуратно уменьшаем. А нижнюю часть мы вот так надуваем. Смотрим также в виде сбоку. Она у нас достаточно прямая. Вот так выравниваем. Ну, просто такой прямой отрезок получается. Затем, когда мы ее выровняли, мы ее берем. Ctrl-L и дублируем еще раз. Дублируем мы ее влево. Вот так. Можем скрыть нашу первую мышцу, чтобы она нам не мешала. Вот эту новую мышцу можно опять же с пропорциональным выделением. Вот так. Вот приклеить снова к бедру. Также к коленке. Вот так снизу. Вот эти две точки можно сделать чутка потоньше. А вот эта часть, вот эта нижняя часть, она у нас выступает. Она у нас влияет на рельеф ноги. Поэтому мы ее можем немного поднадуть. И вот так даже приопустить. Теперь нажимаем Alt-H. Проявляем нашу первую мышцу. Видим, что можно ее немножечко поднадуть. Давайте это сделаем. Немножечко сразу балансируем. Чтобы у нас на данном этапе ничего сильно не выпирало. Вот такая у нас получилась фигура, состоящая из трех частей отдельных. Затем нам нужно наметить еще несколько мышц. Это партняжная мышца. На латыни это у нас Sartorius Muscle. Затем Tensor Fasci. У нас есть такая еще мышца. Мы можем сделать такую штуку. Вот у нас квадрицепс. Пусть он у нас будет целиковым объектом. Мы вот так его продублируем. Возьмем отсюда одну линию. Инвертируем выделение. И лишнее удалим. И потом вот это мы будем с вами дублировать. Давайте вот такую заготовку мы сделаем. Нам будет немножко проще. Вот так ее сделаем потоньше сразу. Если что будем раздувать. Вот. И затем сейчас ее будем дублировать как объект. Вот так Shift D. Из этой заготовки делаем с вами партняжную мышку. В режиме редактирования вот так берем верхнюю точку. Можно с пропорциональным выделением. Так будет удобнее. Зажимаем Ctrl, чтобы включить привязку. Если она у вас не включена. В данном случае, кстати, можно делать привязку к фейсам уже. То есть нам нужно приклеить прямо к поверхности таза эту мышцу. Ну и также мы ее клеим туда, куда у нас присоединялась первая мышца. Которая называется Ректус Феморис. Я забыл ее название, поэтому я ее называю первую мышцу. Ну это не обязательно название этих мышц помнить. Главное помнить, как они выглядят. Но если будете знать прям название всех мышц ног. То вы можете где-нибудь в баре вот это знаете блеснуть знаниями. А вот такой вот, скажи мне дружище. А ты знаешь, что такое Ректус Феморис? Он такой, нет конечно, я ж нормальный человек. А ты ему скажешь, ха-ха. Это вот эта вот мышца, которую я недавно делал на курсе. Это знаете ли, часть квадрицепса. Он такой, аааа. Ты умный, я смотрю. Ну ладно. В любом случае, приклеиваем теперь мы вот этот нижний конец данной мышцы к внутренней стороне бедра. Даже к нижней этой части. То есть скорее к коленке. Вот сюда. Она у нас крепится непосредственно к голени. Если вот так посмотреть, пожалуйста, вот ее крепление к голени. Вот здесь. Нижнюю точку прикрепили. Верхнюю точку прикрепили. Теперь мы можем вот так выключить выделение пропорциональное. Ну и просто, знаете ли, положить данную мышцу поверх всех остальных. При этом она должна быть достаточно ровной, да? Вот так выравниваем. Вот так натягиваем. Кладем поверх. Пожалуйста. Вот что получилось. Далее у нас идет мышца Адуктор Лонгус. Это вот она. Нам нет нужды делать ее целиком. Потому что, видите, она у нас заходит внутрь и крепится к кости бедра. Нам нужна лишь ее верхняя часть, которая выступает и крепится к тазу. Мы берем нашу заготовку, дублируем ее. Определяем вот сюда в район, где-то вот тут между ног. Крепим ее вот сюда к промежности. Вот эту нижнюю часть, по сути, вот так даже большую часть нижней части, мы можем отрезать. Убрать вот эти сегменты и вершины. И все, что нам нужно сделать, это просто завести вот так ее внутрь. И определить ее в тот район, где у нас находится кость бедра. Можно вот это спрятать, чтобы было удобнее это делать. Вот так. И вот так приклеиваем кости бедра. Затем возвращаем все спрятанное. Пожалуйста, мерный столбик нам не нужен. Можем сделать эту мышцу чуть-чуть потолще. Вот так, чтобы она была более видна. Затем нам с вами нужна мышца. Тензор фасций. Мы опять же берем нашу заготовку, дублируем ее. Верхушку ее мы приклеиваем в то же место, где у нас сходится большинство мышц. В эту же примерно точку мы определяем. И нам тут важно то, как она идет у нас сбоку. То есть, как видите, она у нас крепится к голени. Вот к этой вот передней ее, знаете ли, вот этой части, пожалуйста. Мы берем вот этот низ. Также его приклеиваем к голени. То есть, это недалеко от коленной чашечки. Ну и затем все прочее мы просто вот так прислоняем и натягиваем мышцу, чтобы она у нас была достаточно ровная, да. А вот провалить ее немножечко стоит, потому что она у нас здесь, по сути, плоская. Но мы с уплощением особо заморачиваться не будем. Мы просто утопим вот эту цилиндрическую форму. Таким образом у нас будет такая полу, скажем так, сферическое сечение у нее. И это подойдет. С передней частью бедра мы разобрались. Теперь у нас идет задняя часть бедра. Я пока что временно отключу тени. Они нам пригодятся попозже, когда мы будем смотреть на наш скульпт. Пока что я отрежу одну ягодицу, чтобы она нам не мешала. Нам нужно сделать бицепс бедра. Бицепс бедра это, конечно же, тоже обобщенное название для группы мышц. Их тут получается две, судя из приставки, да. То есть, если квадро это четыре, если би это две. Мы вновь воспользуемся нашей заготовочкой. Вот так задублируем ее. Пододвинем вот так назад. И бицепс бедра, он у нас на самом деле тоже крепится к голени. Если мы его посмотрим, то вот, пожалуйста. Вот лонг хед, длинная голова. Своей нижней частью она крепится у нас к голени. А если быть более конкретным, то к кости фибула. А вот верхняя часть этой мышцы крепится опять же к тазу. Приклеиваем ее к вот этой части таза. Нижнюю часть этой мышцы мы крепим к фибуле. Вот так сюда, прямо в этот район. Ну и затем, чтобы нам выровнять эту мышцу. Мы пока что можем вот эти срединные точки просто удалить через Ctrl-X. А затем вот так выделить снова и здесь нажать Subdivide. Subdivide и вот так давайте сделаем себе 4 разреза. Теперь берем вот эти срединные точки и вот так вот их раздуваем. Теперь нам нужно поступить аналогичным образом со второй мышцей, которая относится к бицепсу бедра. Это собственно Semi Tendinous Muscle. Semi Tendinous Muscle. Мы можем прямо в режим редактирования сдублировать вот так эту мышцу. Затем повернуть немножко, совместить начало, поставить от 3D курсора трансформации. И вот так вот повернуть сюда. И вот так на середину внутренней части коленки. Вот сюда. По объему они у нас примерно одинаковые. Единственное, что хотелось бы сделать, это их слегка искривить. Как видите, тут у нас не ровно натянутая линия, да? А вот такая вот змеевидная слегонца. Мы возьмемся за вот эти вот точки и с пропорциональным выделением просто возьмем и вот так немножечко повернем. Повернем и вот так пододвинем влево. Затем мы с вами вернем ягодичную мышцу, потому что мы ее сейчас будем делать. Ввиду того, что она очень большая. Нам делать ее через сплайн будет не то чтобы удобно. Мы ее сделаем с вами просто через сферу. И затем немного ее подомнем. Мы берем, добавляем Shift A, Mesh, добавим икосферу. В эту икосферу мы сразу добавим побольше подразделений, где-то штук 5, чтобы она была поглажем. Вот так уменьшим ее. И здесь при формировании ягодиц нам, естественно, важна симметрия, потому что одна ягодица, она как-то не воспринимается визуально. И с ней ничего не понятно. Поэтому мы добавляем ей модификатор, Mirror. В качестве Mirror объекта мы выбираем, допустим, торс. Он у нас симметричный, стоит в центре, все нормально с ним. Вот, пожалуйста. И теперь вот эти сферы нам нужно пододвинуть друг к другу, увеличить. А в проекции сбоку, ну, хе-хе-хе-хе-хе-хе, явно сделать потоньше. С и Уай. То есть она у нас, по сути, должна получиться, знаете, ну, не то чтобы квадратная, но явно не суперкруглая. Не могу сказать, что в данном вопросе можно полностью полагаться на анатомический референс, потому что здесь у нас тоненькие ножки и огромные ягодицы. Хе-хе-хе-хе. Получается картошка на спичках такая. Хе-хе-хе-хе. Поэтому будем, знаете ли, ориентироваться на чувство прекрасного, скажем так. Нам нужно сделать что? Ну, вообще, в случае с мужскими человеками, у нас тут выступ ягодицы, скажем так, равняется примерно половине ширины бедра. То есть вот мы берем вот это вот значение, вот так вот половинка, и вот на такую же примерно половинку у нас должно выпирать вот тут. То есть мы понимаем, что мы вот так сюда вытарчиваем ягодицу, и это у нас получается такая крайняя точка. Далее, что важно знать по ягодицам? Она, чем более развита, чем она более накачана, тем, соответственно, она ближе к форме квадрата, вот такого вот. Ну, не такого, но примерно. Хе-хе-хе. И тем более выражена вот эта ее верхняя точка. За счет этого, в общем-то, и получается такой уголок. Ну, он очень мягкий, естественно, но это не вот такая стекшая слива. Стекшая слива получается у вас тогда, когда вы пропускаете день ног. Не пропускайте день ног. Иначе у вас будет стекшая оладья. Хе-хе. Соответственно, у нас персонаж молодец. Он, хоть, знаете ли, не супер накачан, но бегает он много. Поэтому мы вот так немножечко поворачиваем нашу сферу. Тем самым вот эта вот верхняя часть ягодицы, она у нас находится не здесь, внизу, из-за того, что стек жир, а вот здесь, потому что накачана мышца. Аналогично, если мы смотрим четко сзади. Это не два блина, когда это развито. Это два таких вот, скажем, эллипса, которые у женских персонажей смотрят вот так в стороны, из-за того, что таз шире. У мужских человеков они смотрят чаще всего вот так параллельно. И непосредственно пиковые объемы, они находятся у нас на вот этой линии. То есть, если мы визуально вот это поделим на две части, то вот посередине вот этой части у нас здесь пиковый объем. То есть, самая верхняя точка. Вот этот вот слишком резкий изгиб мы, естественно, с вами подправим. Но сейчас давайте немножечко размажем ягодицу по пространству ноги. Размазать ее нужно следующим образом. Мы в режиме редактирования ее возьмемся за, ну, вот эти вот точки, которые ближе всего к головке бедренной кости. Пропорциональным выделением и небольшим радиусом мы вот так вот это сюда тащим, ну, достаточно аккуратно. Нам желательно минимально вообще зацепить пространство ягодиц. То есть, здесь у нас по итогу получается, ну, примерно такая прямая линия. Мы, естественно, скульпти это всегда можем подправить, но давайте сразу делать блок-аут такой, чтобы нам минимально нужно было что-либо скульптить. Берем также вот здесь, вот так намазываем ягодицу. Ну, и вот так же немного возьмем в нижней части и тоже натянем. Нам тут аккуратность не важна, нам важно не зацеплять лишнее. Вот эту вот часть мы слегка приопустим вниз, да, то бишь вторя анатомии. Вот эти нижние рожки мы вот так просто вниз тащим и приклеиваем кости бедра. Ну, и далее вот здесь. У нас тут ягодица мажется дальше по тазу. Вот так размазать ягодицу по тазу. Тем самым мы заполняем с вами вот эти все пространства. Вот эти все дырочки, которые нам не нужны, потому что мы с вами будем использовать ремеш, а дырочки в ремеше это, знаете ли, плохо. Вот так мы это просто все поднатягиваем с легонца. Да, но здесь оставляем такую прямую достаточно линию, просто натягиваем такие части ягодицы, чтобы заполнить пустоты. Далее мы тут немножечко упластим участок вот здесь, да, то есть с легонца, как видите, здесь у нас, ну, такой треугольник идет, скажем так. Вот здесь у нас от торса непроработанный участок. Здесь, по идее, гораздо больше должен быть скошен угол. Давайте это сейчас сразу немножечко отполируем. Тут у нас есть, скажем так, место противоположное рту. Будем его также детально прорабатывать в отдельной серии курса. Сейчас мы просто вот так здесь все шлифанем. Вот здесь, на внутренней части бедра, у нас есть и, конечно же, еще мышцы. Большая куча мышц. Аддуктор Магнус Масл, например. Возьмем вот так заготовку, продублируем, отпозиционируем ее вот сюда внутрь ноги, ну и затем немножечко ее натянем. Вот так будем утапливать ее внутрь с легонца. Нам тут, по сути, важно получить просто плоскую площадку достаточно. Вот так туда ее утапливаем, особо не заботясь о формах. Мы ее также можем конвертировать в мэш, вот так конверту мэш и вот так растянуть. Тем самым заполнив объем. Ну и далее мы с вами переходим к голеням. Мы опять же берем заготовку, позиционируем ее уже в районе голени, ставим мы ее прямо вдоль берцовой кости. Затем мы можем ее от 3D курсора вот так немножечко укоротить. И вот что нам нужно сделать. Зайти в режим редактирования тап и вот так раздуть вторую вершину сверху. Вот так ее раздуваем и немножечко отодвигаем в сторону. Вот сюда. Потому что, видите, у нас мышца целиковая, но у нее две такие, скажем, головы. Две головы и они достаточно объемные. Поэтому в этом месте мы вот так немного отодвигаем, чтобы дать пространство для второй головы. То есть у нас вот эта срединная линия, она достаточно ровная, в то время как внешняя часть, она выпирающая. Также смотрим это в виде сбоку. Тоже вот так ее пододвигаем. Должна получиться выпуклость. Вот этот сплайн, Shift-D. Относим его немножечко в сторону, ну прям совсем слегка. И вот эту же вторую вершину сверху мы уже двигаем вправо. Тем самым задавая объем уже с внутренней части. Причем можно опустить ее немного ниже, чем вот эта вершина. Они находятся на немножко разных уровнях. Пиковые точки каждой из голов вот этой мышцы. Ну и теперь нам нужно их нижние концы вот так вот прямо отскейлить немножечко. Прямо слепить их друг с другом. Взять вот эти две вершины нижние. И слегка отодвинуть назад по оси Y. Вот эта часть данной мышцы будет влиять на рельеф. Она будет крепиться к пятке. Можно вот так ее даже немного приопустить. Ну давайте вот эту нижнюю точку приопустим. Вот так. Также сразу немного приподнимем вот этот шарик. Мы его что-то опустили слишком низко. Тут у нас еще идет стопа. Немножечко его так уменьшим. То есть это будут наши щиколотки будущие, как вы понимаете. Они выпирают у нас чуть-чуть повыше. Прямо сразу подредактируем, чтобы потом у нас не возникало непоняток. Вот это мы можем задвинуть вот так немножечко вглубь. Так, допустим, годится. Затем мы берем с вами левую голову от этой мышцы. Дублируем ее вот так вперед. Можно ее сделать сразу более плоской. Shift. Исключим ось Z. Вот так по двум осям отскейлим. И вот так 0 нажмем. Она стала ровной. Двигаем ее вот так сюда вплотную. Слегка наклоним самую малость. И вот так задвигаем. Прямо можно, чтобы она пересекалась у нас с берцовой костью. Вот так мы ее сюда просто отпозиционируем. Тем самым немножечко зададим рельеф голени в виде спереди. Видите, она не сильно у нас задает рельеф. На анатомическом референсе она прямо плоская. Но на самом деле она немножечко вперед выдаваться может. Если нога более-менее развита, она имеет тенденцию слегка выпирать. Вот эта верхняя часть, она у нас находится слегка повыше. Вот так ее можно прикрепить к суставу. Силуэт. Ну вот примерно такой. Все, что нам нужно сделать, это взять сейчас вот эти мышцы, которые у нас с бицепсом бедра являются. И вот так немножечко назад. Назад прям вот так. Мышцы голени тоже можно пододвинуть ближе к суставу. Немножко вот так приподнять. Да, мы тут сразу закрываем дырки, которые нам не нужны. Вот наша заготовка ноги. Вот так она у нас выглядит. Давайте ее сейчас засимметричим. И уже можем приступать к скульпту. Я убрал отсюда пока все модификаторы Mirror. Я просто беру это все вместе. Вот так вот. Проверяю, что все выделил. Да, вот пожалуйста у нас целиковая нога. Мы ее конвертируем в меш, чтобы применить все модификаторы, чтобы кривые стали мешем и так далее. Конвертируем. Затем мы это объединяем. Ctrl J. Ну и также мы ее продублируем. На всякий случай, если вдруг чего нам не понравится, либо нам нужно будет свериться с той мышечной структурой, которую мы с вами наметили. У нас всегда есть объект, на который можно будет посмотреть. Продублируем его и положим также в коллекцию трэш. Ну и затем нам нужно заполнить тут все дырки на ноге. Это можно сделать через режим редактирования. Какие-то мышцы вот так поближе приклеить поаккуратнее. Где-то вот так просто слегка вытянуть пару вершин, чтобы здесь не было слишком глубокого провала. Потому что на скульпте это будет достаточно проблематично все заклеивать. Вот так просто натянуть. Заклеить все возможные дырочки, все возможные щели. Делайте это немножечко изнутри, для того чтобы у нас не терялся основной рельеф. Но слишком уж глубоких, прям знаете, таких скважин быть не должно. То есть мы прям вот так слегка тянем вершинки, заклеиваем, законопачиваем вот эти вот все такие места. Которые, ну, точнее должны быть настолько глубокими, как сейчас. Не лишней также будет и следующая операция. Мы выделяем все, выделяем все вершины. Заходим сюда в Mesh. Находим Clean Up. И здесь мы нажимаем Fill House. То есть у нас должны заклеиться торцы вот тех сплайнов, которые у нас есть. Здесь количество сторон можете поставить на поменьше. Можно оставить это на нуле, тогда у нас заклеятся все дырки. Вот, пожалуйста, они закрытые теперь. Теперь, после заклеивания дырок, мы с вами можем изолироваться с ногой. Войти в режим скульпта. Нам нужно включить отображение фейссетов, если до этого оно было выключено. Пожалуйста, Face Sets, вот здесь в оверлеях. Затем мы эти фейссеты должны сделать. Нажимаем Face Sets, Initialize Face Sets by Loose Parts. Вот так у нас раскрасилась нога разноцветными цветами. Разноцветные цвета, вот это да, ничего себе, какие они бывают. Но, тем не менее, мы теперь имеем цветовую индикацию, и мы ее, конечно же, потерять не хотим. Даже если мы сейчас вот так возьмем Remesh, проверим, что здесь стоит галочка Preserve Face Sets, и нажмем, в общем-то, Remesh. Единственное, что нужно примериться с его размером. Нажимаем Shift-R и увеличиваем его до значения побольше. Ну, где-то давайте 0.35. Нажимаем Ctrl-R, у нас происходит Remesh. Как видите, у нас склеиваются мышцы между собой, при этом фейссеты остаются. Это очень хорошо. И здесь такая штука. Нам, по идее, нужен периодический модификатор Mirror, то есть смотреть на две ноги вместе, ну, как-то, знаете, привычнее, чем на одну изолированную. То есть мы можем вот так выйти в объектный режим и добавить модификатор Mirror. Но периодически мы его все-таки будем отключать, чтобы нам было удобно скульптить с внутренней части бедра. А почему именно здесь, на ногах, мы используем модификатор Mirror, а не скульптим вот так симметрично? Мы будем скульптить симметрично, но на данном этапе, когда мы еще не до конца сформировали силуэт ноги, не до конца ее проскульптили, скажем так, базово хотя бы, а нам модификатор Mirror удобнее, потому что у нас здесь есть ягодицы, которые прям плотно к друг другу прислоняются. И если мы будем это делать посредством симметрии на уровне меша, при ремеша у нас ягодицы склеются, и это может означать, что наш персонаж ел очень много сладкого. И ему говорили, что ну не ешь, то оно же ж слипнется. А вот оно и случилось. Поэтому подумайте об этом. И модификатор Mirror по опыту дает лучшие результаты, пока ты все это дело до конца не проскульптил, не определился с формами. Что нам нужно сделать на данном этапе перед тем, как мы начали скульптить? Это, соответственно, проверить на силуэтность. Проверить сечение данной ноги, потому что нога это максимально цилиндрический объект, чтоб не проверить. Зачастую из-за обилия мышц, которые многие хотят сделать объемными, как-то подчеркнуть, теряется общая форма ноги. Именно поэтому техника, когда ты смотришь на сечения и приводишь их в более округлой форме, она достаточно удобная и дает хорошие результаты. Мы вот так с вами сморщиваем вот эту часть блендера. Открываем себе новый вьюпорт. Вот так тянем за уголочек, пожалуйста. Здесь нам важно смотреть на обратную сторону. Нормали, это Face Orientation. Как вы помните, мы их делали красным цветом. Давайте изолируемся с ногой вот здесь. И также вот здесь с ногой мы тоже изолировались. Теперь по знакомой тактике. Нажимаем Alt-B и отрезаем. Где-то вот так чуть пониже ягодицы, повыше коленки. Ну вот так одну треть возьмем. Здесь мы на ногу смотрим просто поближе. А здесь мы смотрим на нее в сечениях. Здесь у нас, видите, какая-то была незакрытая дырочка. У нас тут внутри что-то образовалось. Ну ничего страшного, сейчас мы будем корректировать и это все заполнится. Видите, она у нас максимально далека от формы цилиндра. А по идее должна. Должна быть округлая. Поэтому мы с вами взяли вот так кисточку Grab. Крупного, достаточно большого радиуса. И вот так вот мы ей интенсивно округляем. Опять же, здесь мы немножечко вот так потянули за края. У нас здесь, видите, такие вот получаются разрывы. По ним мы определяем вообще область, над которой в данный момент работаем. То есть мы делаем себе такие наметки. Ну и затем мы уже в полноценном виде вот так приводим это все-таки к форме такого круглого объекта в своем сечении. Одну треть ноги, вот эту срединную, мы с вами сделали. От нее распространилась мягкость вверх и вниз. Затем нам нужно взять также сечение коленки. Это прям обязательно коленка, одна из самых важных и требующих внимания частей на ноге. Мы вот здесь во втором вьюпорте нажимаем Alt-B, чтобы показать всю ногу. Смотрим на нее спереди. И вот так вот нажимаем Alt-B в районе коленки. Чуть выше и чуть ниже. Так, чтобы коленка была посередине. Нам нужно добиться круглоты. Итак, после сглаживания у нас получилась вот такая вот ножулька. И час. Давайте сделаем стопы и тогда мы сможем уже финализировать всю ногу. Мы можем взять вот так один, продублировать, отделить, ну и вот так повернуть. Вот в этих пределах нам нужно будет сделать с вами стопу. Итак, мы с вами поставим курсор в центр координат. Это Shift-S, Cursor to World Origin. Вот так. Добавим сюда Plane, уменьшим его. Применим все трансформации, Alt-Transforms, Ctrl-A. И выровняем ее по вот этой мерной клеточке, которую мы тут с вами продублировали для стопы. Ну вот так. По ширине сделаем так, чтобы при делении, вот так можно в режиме редактирования нажать Ctrl-R, у нас получилось 3 квадрата. Затем мы экструдируем. Это вот так вверх. И здесь у нас при наметке, вот такой Ctrl-R, тоже должно получаться 3 квадрата. То есть у нас получается вот здесь 3 квадрата. Ну, достаточно квадратные фигуры. И вот так у нас при виде сверху тоже получается 3 квадрата. Окей. Теперь мы также продольно вот так разделим на 3 части. Здесь уже квадраты получаться не должны. Это прям вытянутые прямоугольники, это сразу видно. Но тут суть в другом. Мы сейчас берем, выделяем вот эти вот стороны и немножечко их опускаем. Для того, чтобы у нас получилась, ну, потенциально полукруглая такая фигура. Вот в этом месте. Такой домик у нас получается. Или это гараж? Да, похоже на гараж. То же самое сделаем и вот так поперек. А тоже 3 части. И то же самое. Вот так верхнюю и нижнюю группу вершин мы выделяем и пододвигаем. Также поступаем с вот этими вершинами. Тоже их выделяем. И тоже пододвигаем. Смотрим. Вот здесь у нас будет большой палец. Здесь будут все остальные пальцы. Теперь мы выделим вот эти вершины. Посмотрим на них в виде сверху. Поставим 3D курсор вот сюда. Ну, в район большого пальца. Трансформации поставим от 3D курсора. Точка. 3D курсор. И нажмем Ctrl-Alt-Shift-S. И также добавим Y. Для того, чтобы у нас кос происходил именно по этой оси. Затем мы наклоняем это вот туда вглубь. Тем самым мы с вами сделали скос под прочие пальцы ноги. Здесь у нас большой палец, а здесь все остальные маленькие. Также выделяем вершины задние. Они будут отвечать за пятку, как вы понимаете. Тоже их сужаем. И выделяем вот эту вот центральную часть. И тоже ее сужаем. Но здесь прям немного. На 0,9. Причем можно также это выделить. И немного пододвинуть вот так вправо. Чтобы вот эта линия стала вновь ровной. Теперь смотрим на стопу в виде сбоку. Мы можем поставить курсор в начало координат. Shift-S. Cursor to World Origin. И трансформации поставить тоже от 3D курсора. Нам нужно сейчас некоторые части стопы приплющить вниз. И поскольку у нас тут есть изгиб. Вот такой, да. При приплющивании он будет выравниваться. Это то, что нам нужно. Нажимаем теперь S, Z. Теперь нам нужно взять вторую группу вершин. Вот эту. Уменьшаем. Затем мы берем следующую группу вершин. И тоже уменьшаем ее. Затем выделяем вершины, которые ответственные за пятку. Переключаем трансформации от Median Point. Нажимаем Ctrl-Alt-Shift-S. И наклоняем эту пятку. То есть должна получиться примерно такая форма в итоге. Ну и затем. Мы в режиме редактирования делим вот эту вот первую часть стопы. Где у нас пальцы? С этой стороны. Вот так на три части. Вот это кольцо можно удалить. Оно нам не понадобится. А затем мы выделим вот этот вот участок меша. До второй линии, которую мы бы оставили. И здесь нажмем P Separate Selection. Затем выделим оба объекта. Применим им все трансформации. Для того, чтобы было удобно потом их возвращать на место. Потому что сейчас мы их будем раздвигать. Просто чисто для удобства. Вот так отодвинем пальцы сюда. Вот у нас оставшаяся стопа. Вот здесь мы нажимаем F. Закрываем дырку. Затем мы на будущих пальцах дадим немножко круглоты. Выделим вот этот ряд ребер. Пододвинем его немного назад. Затем выделим средний ряд ребер. И пододвинем его немного вперед. Должна получиться вот такая линия. Верхняя мы не трогаем. Также мы можем взять вот эти ребра с этой стороны. И с вот этой стороны. Нижние ребра, да. И вот так их немного уменьшить. Тоже тем самым округлив. Сверху можно поступить точно так же. Теперь нам вот эти участки нужно поделить еще на два. Мы вот здесь нажимаем Ctrl R. Пополам делим. Мы вот здесь нажимаем Ctrl R. Пополам делим. Затем мы выделяем вот эти Edge Loop. Здесь у нас большой палец. Нам делить не нужно. А здесь у нас маленькие пальцы. Мы поэтому поделили. Нажимаем Ctrl B. Делаем примерно вот такую фаску. И затем, не снимая выделение, мы прям ее сразу удаляем. Вот так. Delete Faces. Ну и теперь мы берем и закрываем вот эти вот образовавшиеся дырки. Теперь нам вот эти пальцы, которые маленькие, да. Там указательный, мизинец, средний и так далее. Нам нужно их сделать более округлыми, менее вытянутыми, как сейчас. Мы их выделяем через L или через Ctrl L. Ставим 3D курсор куда-нибудь вот сюда на дно. Трансформации от 3D курсора. И вот так вот мы это вниз уменьшаем. Мы вот так нажимаем Alt Z. Выделяем вот эти вот все ребра. Ну вот так, пожалуйста. Продольные ребра вот эти. Нажимаем им вот так Subdivide. Правая кнопка мыши. Subdivide. Делим их на две части. Теперь мы в режиме выделения фейсов. Вот так. Или тройка. Можно нажимать 1, 2, 3. Да, как бы помните. Выделяем вот эти вот фейсы, которые у нас крайние. Ну, на месте будущих ногтей, скажем так. Включаем мы с вами небольшое пропорциональное выделение. Можно Connected Only оставить. Трансформации от Median Point. Нажимаем R, X. Немного поворачиваем. Но нам нужно радиус влияния пропорционального выделения сделать прям небольшим. Вот так берем и поворачиваем где-то на минус 25. В итоге у нас получается какая прикольная штука. Мы с помощью такой нехитрой манипуляции сделали с вами правильный изгиб пальцев. Ну и затем мы нажимаем Alt G для того, чтобы вернуть пальцы на место. Теперь посмотрим на всю стопу в виде спереди. Выделяем вот так верхние вершины, Median Point и уменьшаем. Теперь полученную заготовку стопы нужно определить в пространстве. Смотрим на заготовку ноги. Двигаем заготовку стопы так, чтобы она сравнялась с ней. Ну и на данном этапе мы со стопой временно закончим. Она у нас будет служить ориентиром для формирования голени, ну и всей ноги в целом. И первое, что нам нужно сделать с голенью, это приподнять линию лодыжки. Там, где у нас торчат щи колотки, нужно эту линию приподнять. Мы в режиме скульпта смотрим на модель в виде сбоку. Вызываем инструмент Box Mask. Выделяем голень от коленки до самого низа. Затем мы нажимаем Ctrl I для того, чтобы инвертировать маску. И эту маску мы несколько раз с вами немножечко растушуем. Заходим Mask, Smooth Mask. Количество итераций можно поставить на 15. И снять галочку Auto Iteration Count. Затем прямо в режиме скульпта. Мы вызываем инструмент Scale. Нажимаем точку трансформации от 3D курсора. 3D курсор ставим в район коленки. Вот сюда. У нас, пожалуйста, есть гизма. Мы тащим за синий дергунок. Как он называется? Ну и синий элемент гизма, отвечающий за скейлинг по оси Z. Вот так берем и уменьшаем до тех пор, пока у нас щиколотка не окажется на линии верхней части стопы. Ну вот где-то здесь примерно. Затем мы вызываем инструмент Grab. Заходим в N панель и активируем у него галочку Grab Silhouette. То есть она будет влиять только на силуэт. А силуэт нам как раз таки нужно сейчас поправить. И первонаперво нам необходимо расширить всю ногу целиком. Но будем мы расширять ее по участкам. Начнем, соответственно, с лодыжки. Делаем ее шире вот сюда. Прямо вперед немножечко вытаскиваем. И назад. Пятка у нас будущая. Она чуть-чуть выступает. Затем мы расширяем всю остальную голень потихонечку. Вот так. При этом помним, что в данном участке на вот этом вот отрезке самое широкое место находится все равно внизу. Но все прочее мы так вот плавненько-плавненько подводим к нему. Также немного сразу мы надуем икроножную мышцу вот так в силуэте. Если мы визуально поделим ее на три части, то во второй-третий, вот начиная отсюда, мы слегонца дадим объема икроножной мышцы. Вот так мы ее надуваем. При этом вот здесь, в центре икроножной мышцы, мы ее слегка сделаем поплоще. И также немного вытащим переднюю часть. Маску теперь можно снять. Сочетание клавиш Alt-M. Продолжаем корректировать силуэт. Немного вытянем бицепс бедра. Вот так сюда мы его прям надуем. Квадрицепс мы надуваем, как вы видите, больше в верхней части. Вот таким образом. Теперь мы смотрим на ногу сзади. Нога сзади у нас крайне худа. Первое, что нужно сделать, опять начнем с щиколот. Они у нас по ширине в данной ситуации вполне нормальные. Оставляем их так. А вот то, что выше, нам нужно расширить, при этом сохранив вот этот изгиб. Он достаточно правильный в данной ситуации. Также не забываем, что на верхних двух третьях у нас тут с вами идет некое расширение. Мы его сразу с вами передаем. Вот тут срединная часть икроножной мышцы, как видите, она достаточно плоска. В то время как внешняя часть, она больше надута в верхней своей трети. А здесь она так плавно сходит на уменьшение. Двигаемся выше. Здесь нам нужно расширить бедра. Ну, именно бедренную часть ноги нужно расширить. Расстояние между ними увеличивать не надо, оно здесь у нас достаточно правильное. То есть чуть-чуть пошире, чем талия. Вот здесь у нас торчат косточки, как вы помните. Мы хватаемся здесь большой кистью, вот так за ягодицу. Двигаем это немножечко друг к другу, но при этом оставляем некое расстояние между ногами. Если визуально поделить бедро на три части, то нам опять же нужно надуть максимально верхнюю часть с ее внутренней стороны. Немножечко добавить на внешнюю и плавно этот объем свести на вторую треть. При этом практически не касаясь последней трети. Что же касается последней трети, здесь у нас находится коленка, как вы видите. Ее ширина на данный момент равна ширине лодыжки. Коленка же в свою очередь, она как правило, ну где-то раза в полтора шире, чем эта лодыжка. То есть колени нам нужно тоже вот так расширить. Расширяем вот так аккуратно в обе стороны. При этом, чтобы у нас силуэт ноги был красивым, нам нужно немного вот так расширить икроножную мышцу. Вот здесь вот на подходе к коленке мы чуть-чуть делаем углубление. И так, ну плавненько выводим это углубление на икроножную мышцу. После корректировок все еще раз дополнительно сгладьте, потому что сейчас, после сглаживания, мы будем с вами прорисовывать мышцы. И тогда у нас нога обретет уже финальную форму. И так, формируем ногу. Мы берем с вами кисть Clay Strips и формируем коленку. Для начала мы слегка ее вот так уменьшим. Мы смотрим на анатомический референс. Видите, она здесь достаточно маленькая коленная чашечка. Здесь она у нас растянулась в процессе. Ничего страшного, мы ее вот так вот уменьшаем. Присобираем со всех сторон. Вот у нас коленная чашечка. Теперь мы смотрим на анатомию. Конец берцовой кости образует здесь вот такие две шишки. Раз шишка, к ней крепится мышца. И два шишка, к ней тоже крепится мышца. Благодаря тому, что фейсеты у нас здесь с вами сохранились, мы арендируемся по-прежнему в мышцах. То есть мы видим, что здесь у нас вот эта зеленая мышца. У вас она может быть другого цвета, но как бы суть не в этом. Она соответствует мышце, которая называется тензерфасци. И видим, что у нас тензерфасци крепится к вот этой шишке. Соответственно, эту шишку нам необходимо немного поднапучить. Берем и наращиваем объем. Если хотите лучше видеть свой скульпт, то можно уменьшить непрозрачность фейсетов. То есть мы заходим вот так в оверлей, и фейсеты у нас здесь стоят на единицы. Можно поставить поменьше, так чтобы они были едва-едва видны. Ну давайте вот так я поставлю на 0.5. Также можно в объектном режиме вот так включить Shade Flat. Это я рекомендую сделать, потому что так мы будем лучше видеть рельеф. Ну и также, если вы устали от этого маткапа, можно поменять на новый. Я вот, например, хочу на что-то свежее посмотреть. Давайте на беленький поставим. Пусть будет такой. И снова переходим в скульпт режим. Здесь у нас слегка видны фейсеты. Мы по ним ориентируемся, но при этом мы также видим с вами общий рельеф, что достаточно хорошо. И вот так вот берем и наращиваем здесь вот этот вот объем. Также у нас здесь есть еще одна шишка. Мы тоже видим фейсет. Вот здесь. Можно нажимать, кстати, H. При наведении на фейсет он будет изолироваться от всей остальной модели. Здесь тоже есть шишечка. Мы тоже ее немножечко вот так напучим. Иными словами, мы сейчас напучиваем шишку кости, которая называется Fibula. Пространство между ними можно чуть-чуть углубить. Если что, разгладим. Нам сейчас важно делать все достаточно рельефно. Далее мы здесь под коленной чашечкой наблюдаем, что берцовая кость у нас идет на такое расширение и образует некую площадку. Мы в области вот этого розового фейсета берем и вот так выдавливаем здесь такую площадку вторя берцовой кости. Немножечко наращиваем объем. Сильно не нужно, потому что сейчас, если мы с вами отобразим еще соединительные ткани, то вот такая штука перед нами предстанет. Нам нужно сделать здесь вот такую вот линию прямую, при этом не потерявши непосредственно саму коленную чашечку, то есть немножечко уровнем ниже, чем она. Рисуем такой вот треугольничек от нее. По бокам от этого треугольника, видите, есть углубления, мы можем их тоже наметить. Пусть будет слишком рельефная коленка, если что, мы всегда сможем сгладить. Непосредственно у коленной чашечки я бы порекомендовал вот так вот прям хорошо напучить уголочки, потому что они весьма так неплохо выступают и формируют в целом коленку. Далее от коленки мы поднимаемся по бедру, идем мы с вами на квадрицепс. Здесь нам необходимо надуть вот эту мышцу квадрицепса, это у нас что? Это у нас вастус медиалис, вот его мы надуваем. Его максимальная надутость, она сосредоточена в районе коленки. Вот здесь немного надуйте срединную часть, ректус феморис которой, можете его вот так продолжать на коленную чашечку, на ее верхнюю часть, нижнюю часть не трогайте, она у нас сформирована. Теперь мы надуваем вастус латералис, то же самое как и с этой мышцей, мы надуваем ее больше внизу, сверху, ну совсем чуть-чуть проходимся. Также не забывайте, что вот эта мышца, она у нас целиковая, мы в целом можем скульптить ее прямо вот так, но при этом поверх идет мышца другая, поэтому ну в этой области скульптите поменьше, маленечко, потому что она как бы прижимает мышцу, которую я никогда не запомню название, вастус латералис. Скульптим ее в общем как целиковую область, если слишком сильно перепучили, особенно в этой области, то можно обратно вот так это все прокопать. Но прокапывайте не сильно, на расслабленной ноге влияние вот этой мышцы оно минимально. Вот эту мышцу зеленую, я буду назвать ее зеленой мышцей, потому что запомнить тензорфасцы латэ масл это очень непросто. Да не нужно в принципе, если вы не хирург. В общем я вот здесь ее в нижней части немножечко напучиваю, чтобы она у нас тоже формировала рельеф. Вот здесь перед коленочкой я еще хочу углубить, прям пусть будет яма, чтобы у нас коленка была всем коленком коленка. Вот эту мышцу квадрицепса. Мы с вами не то чтобы прям сильно скульптим, мы немножечко обозначаем ее контуры, при этом не слишком сильно рельеф поднимая. Мы тут по сути будем видеть границы между мышцами, а сами мышцы у нас уже необходимый рельеф сформировали. Теперь мышца партняжная, здесь тоже. А она по сути натянута у нас от таза до коленка, поэтому мы не то чтобы прям слишком даем ей большой рельеф, мы скорее смотрим за тем, чтобы она была более-менее ровная, без резких перепадов. То есть она такой плавной кривой у нас идет отсюда и заканчивается вот там на коленке. Итак, с партняжной тоже порешали. Поворачиваемся назад. У нас здесь бицепс бедра и ягодица. Для начала мы тут посмотрим с вами на силуэт. Силуэт вполне хороший, мы с вами его уже подровняли, поэтому мышцы нам нужно не столько надувать, сколько немножечко подчеркивать их рельеф, то есть прям едва-едва вот так по границам мышцы проходить. И также дополнительно можно подчеркивать рельеф мышц кистью Криз. То есть именно по границам между ними можно вот так проходиться Кризящей кистью, она нам будет подчеркивать рельеф. Вот здесь, между вот этими двумя мышцами бицепса бедра. Мы делаем следующую штуку. Мы здесь сначала прокапываем глубину, вот так прямо между ними. Не сильно жалеючи силы своей. Прямо здесь вот так копаем, получается вот такая вот яма. Ну такая тоже каплеобразная, да? А затем в центре этой ямы мы наоборот начинаем скульптить с добавлением рельефа. Добавляем рельеф так, чтобы у нас получилась вот такая плоская площадка. Теперь мы это разглаживаем. Далее мы идем к ягодицам. Здесь, как вы помните, ягодицы были образованы из формы шара. Нам эту форму шара нужно немножечко, знаете ли, сделать слегка поанатомичнее. Если мы смотрим на ягодицу вот так, ну в три четверти, то видим, что у нее вот этот конец, он как конец капли. То есть он заостряется вот здесь. Но мы, в принципе, с вами все правильно здесь простроили. По фейсетам это видно. Единственное, что нужно немножечко распределить объем. А мы где-то вот с нижней половины ягодицы, то есть вот так мы делим ее пополам. И вот в этой части мы тут с вами немножечко сейчас накудесим. Накудесим немножечко объема себе. То есть мы вот так вот его берем плавненько, выходя отсюда, наращиваем вот здесь. Вообще чуть-чуть. То есть то, что она круглая, это правда. Но все-таки в этом месте она немножечко вот так растекается в стороны. И также вот здесь вот внизу тоже нужно поднарастить объем так, чтобы он сравнялся с вот этим вот у нас краем зеленого фейсета, который как раз таки у нас на ягодицах. Вот здесь немного добавляем объема. То есть она у нас, ну так знаете, немножечко слегка стекает вниз под своим весом. Смотрим сбоку. У нас тут получилась более такая острая складка. Это хорошо. Хорошо, потом на этапе хайполи мы с вами ее еще прям так подчеркнем. Пока мы просто вот так вот снизу добавляем объема для того, чтобы она у нас в целом стала немножечко побольше. Теперь забираемся в пространство между ног. Нажимаем вот так Alt-B, отделяем себе вид напополам. Ну вот так, чтобы у нас кусок ягодицы не зацепился. Вот так четенько одну ногу смотрим. Нам нужно вот здесь вот во внутренней части немножечко нарастить объем, потому что у нас сейчас между ногами слишком большое расстояние. У нас там должен быть простор для записи серии 6.1, но все равно. Немножечко поменьше у нас там будет пространство для творчества, но мы как-нибудь справимся в тесноте да не в обиде. Вот так мы маленечко подкорректировали форму ноги. Вот здесь немножечко надули. Теперь смотрим на обе ноги. Ну вот такое расстояние уже более-менее допустимо. Если хотите, можно сдвинуть еще побольше. Вот так граб силуэт. Кисть граб. Смотрим на нашу модель сзади. Вот так. Здесь придвигаем две половинки. Нет, две. Две ноги. Половинки нет, наоборот раздвигаем. Половинки немножечко отодвинуть надо друг от друга. Мы их потом сплющим. Сейчас не надо пока. Так, смотрим вот так. Ну в принципе, да, годится. Ну и хотелось бы уже финализировать данную область, скажем так. Поставим 3D курсор куда-нибудь сюда. И добавим мы с вами UV сферу. Уменьшим ее. Сразу добавим ей модификатор Mirror. В качестве объекта отражения выберем Torse. Включим здесь Bissect. И это не то, что вы подумали. Это мы будем делать другую штуку. То, что вы подумали, мы будем делать в части 6.1. Здесь вот эту сферу мы отрезаем наполовину. Ну можно вот так выделить центральную вершину здесь. Нажать Ctrl+. Отрезаем вот эту часть. Можно чуть меньше половины, не так важно. Теперь соединяем их в центре. Вот так. Уменьшаем по оси Z где-то на 0.6. Теперь, чтобы было удобно, отрезаем себе вид вот так вот. И двигаем эту сферу по оси Y вот туда вглубь. Она у нас не должна провалиться. Она должна вот так выпирать. В этом ее суть. Немножечко уменьшаем, чтобы она поместилась у нас тут между ногами. Иначе говоря, нам здесь нужна вот такая выпуклость. И выпуклость эта начинается оттуда, где заканчивается, в общем-то, ягодица. Затем, имея 3D-курсор, поставленный вот здесь, мы вот так по оси Y это вытягиваем. Вытягиваем с вами, ну давайте, до вот этих вот мышц. Затем мы можем войти в режим редактирования этой, ну, полусферы такой. Поставить 3D-курсор куда-нибудь снова сюда. Добавить сюда кубик, уменьшить его. И вот так же их совместить. Совместить вот так в центре. И в режим редактирования этому кубику мы зададим фаску. Прям достаточно такую большую. Можно добавить несколько делений. У нас должно быть все еще квадратно, но при этом скруглено. То есть, знаете, такой скругленный куб. Не полностью сфера, но и не полностью куб. Вот где-то вот так напополам что-то такое мы сделаем. Затем смотрим на всего персонажа целиком. Находим середину от низа торса. Ну, от промежности даже уже скорее до пупка. Примерно здесь. Находим здесь середину. От вот этой половинки мы берем 2 трети. То есть, если вот так еще на 2 трети поделим, то примерно, ну, вот столько мы возьмем. И затем нам вот этот кубик нужно увеличить до вот этих 2 третей. Можно немножко побольше, как бы вот это вот, ну, это же как бы хорошо. Но сильно надо не пристараться, потому что как вы потом его одевать-то будете. Теперь мы вот эти кубики раздвигаем друг от друга. Ну, вот так давайте до мышц. Вот этих вот. Аддуктор лонгус. И слегка их наклоняем друг относительно друга. Вот таким образом. Теперь мы это двигаем вниз. Верхняя точка должна быть там, где у нас 1 треть примерно. Смотрим на это в виде сбоку. Можно поставить медиан-пойнт. И поворачиваем. Поворачиваем, ну, где-то на 25 градусов. И вот так задвигаем. То есть, в целом, у вас вот эта верхняя точка, самая выступающая точка, скажем так. Она может быть, конечно, вровень с ногой. Но тогда персонаж будет смотреться комично. Комично тут, что это у него за прыщ такой непонятный. Лучше, конечно, немножко побольше. Тогда, ну, как-то, знаете, поэпичнее ваш перс будет выглядеть. Если вы вообще тут ничего не сделаете, то это, конечно, вообще беда. Это что это? Это как-то... Если женский персонаж, все как бы нормально, все в порядке. Ну, если мужской, и тут все пусто. Тут же даже правильно одежда не ляжет на это. Потому что одежда шьется и выкраивается с учетом того, что здесь у вас что-то торчит. А если ничего торчить не будет, то это там будет просто висеть комок ткани. И это непонятно. В общем, не надо так делать. Не стоит. Ну, если это разве что какая-то такая стилизация, то, ну, пожалуйста, странная стилизация, конечно. Лучше, в общем, сделать. Также при виде снизу мы немножечко это можем наклонить, чтобы у нас общая форма округлилась с лигонца. Также, если мы посмотрим тут на вот этот наш пакетик снизу, то мы можем это повернуть вот так. Градусов на 40. Ну, можно на 35. Вот примерно так. Ну, и вот так давайте вот эти средние части друг с другом соединим, чтобы у нас здесь не было щели. Итого мы с вами получили, если смотреть в силуэте. Знаете, вот так на кассе продавец-кассир. Он так вот пик, пик, пик. Вот этот сканер штрих кодов. Он у нас получился. Теперь давайте конвертируем это в меш, чтобы у нас применился модификатор миррор. Зайдем в режим скульпта. Нажмем Shift-R, чтобы отремешить. Мы это в последнюю очередь будем все соединять. Соединяться это будет за счет ретопологии, как вы понимаете. Сейчас мы делаем отдельные части, чтобы ничего друг с другом не слепалось и нам было удобно скульптить. Ну, давайте вот так. 0,250 вполне нам тут хватит. Соответственно, если хотите увидеть подробный скульпт данной области, то эта часть 6.1 доступна только на Boosty, на ютубе не выйдет никогда. Почему? Потому что ютуб не поймет. Но, тем не менее, как бы совсем тут с пустотой я вас не оставляю. Видите, делаем замену. Теперь мы смотрим на персонажа. Выглядит более гармонично. И верхняя часть у нас подкорректирована в плане мышц. Тоже выглядит неплохо. Но голени у нас прям отстают. Потому что мы их еще не трогали, сейчас мы их потрогаем. Еще раз рекомендую после корректировок бедер и коленок также вот так сдвинуть ноги от 3D-курсора. Вот так их совместить. У нас должны соединиться щиколотки. Ну и быть практически соединены коленки. Голеням в данной ситуации не хватает объема внешнего. Тут, если мы посмотрим, в области голени должно наблюдаться, знаете, такое наклонное яйцо. То есть вот так оно идет по икроножной мышце. И вот здесь вот это яйцо, оно добавляет объема. Вот в этом месте. То есть в середине голени. Соответственно, мы сейчас мышцы прорабатываем и заодно про эту штуку не забываем. Можем с нее прямо начать. Берем кисть Clay Strips в скульпт режиме. Вот эту фиолетовую область. Вот эту вот. Мы сейчас будем немножко наращивать, особенно в ее середине. Добавляем вот так же на икроножную, вот сюда, прям в серединку. Вот некое такое яичко наклонное, оно прослеживается. Причем это также означает, что мне вот здесь нужно чуть-чуть уменьшить рельефность. Да, чтобы у нас, скажем так, пиковая точка была вот здесь. А вот здесь немножечко увеличить рельефность, чтобы вот это наклонное виртуальное яичко, оно здесь начало наблюдаться. Здесь вот между костью и непосредственно икроножной мышцей достаточно неплохо видна граница. Вот эта граница, она находится вот здесь. Если мы смотрим на анатомию, то, ну, вот здесь вот она, пожалуйста. Не забываем, что у нас икроножная мышца это двуглавая мышца. Она у нас поделена на два фейсета, на такой вот бирюзовенький и на такой вот бежевенький. Мы каждую голову в ее пиковом месте прям наращиваем. Итак, нога обрела вид. Более-менее симпатичный. Здесь у нас не проработана на данный момент область лодыжки, сама стопа у нас не сделана. Давайте к ним мы сейчас и перейдем. Ну и для начала мы с вами отзеркалим стопу. Ориджин находится у нас в центре координат, но тем не менее. Давайте выберем в качестве миррор-обжекта, например, торс. Он у нас зеркальный, все с ним хорошо. Затем у нас ноги сейчас смотрят четко параллельно друг к другу. Вообще более нейтральная и расслабленная поза это когда носки смотрят чуток в стороны, чуток врозь. Ну и плюс нам необходимо определиться уже с правильным положением стопы относительно голени. Мы берем, ставим с вами 3D курсор на пятку, вот сюда, трансформации от 3D курсора. Нажимаем R, Z и поворачиваем где-то на 5 градусов. Стопы, они у нас чутка начинают смотреть врозь. И при этом у нас определяется более правильное положение лодыжки относительно стопы. Дело в том, что у нас лодыжка с внутренней части выпирает чуть больше, а с внешней части чуть меньше. Мы за счет того, что повернули от пятки, как раз таки этот нюанс соблюли. Ну и теперь мы можем применить все трансформы, как всегда, и нажать Alt-B. Давайте изолируемся с половиной голени и со стопой. Голень нам нужна чисто для ориентира, чтобы понимать вообще к чему мы эту стопу будем приклеивать, из чего она растет. И пока что мы снова отделим основную стопу от пальцев. Выделим саму стопу, это у нас отдельный меш. Нажимаем P, Separate, Selection. Вот так. И сейчас сосредоточимся именно на скульптинге стопы. Пальцы мы сделаем после нее. В режиме скульпта мы делаем ремеш. Ну давайте поставим 0.0.200. Это уже более мелкая деталь. Соответственно ремеш ей требуется более детальный, более подробный, чем например на голени и на всей ноге в целом. И для начала мы берем кисть Clay Strips, визуально делим стопу на 4 части. Я поделю ее не визуально, а прям будет видно. Ну это как получается? Не, это мы получается, да, это мы визуально делим, а так бы мы делили мысленно. Ага. Ну ладно, хорошо. Тогда это не мысленно, а визуально. И вот смотрите, у нас делится она на такие вот 4 части. Вот раз, два, три, четыре. И вторая и четвертая половинка еще пополам я поделил. Вот так. И нам вот здесь, начиная с вот этого вот деления, до вот этого деления нужно вот так вот прокопать углублениечко небольшое. Вот здесь мы так копаем яму. Копаем такое углубление, вот так прям проковыриваем. Такой себе, знаете ли, овальчик делаем. До половины примерно, и потом она плавненько вот так сходит сюда. То есть мы продолжаем копать. Вот так копаем, 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 копаем. Плавненько это сводим на такую ровную поверхность пока что. Здесь мы тоже вот так немножечко выравниваем. Ну и соответственно со стороны пятки тоже вот так шлифуем. Можем взять кисть скрейп, ей будет удобнее стачивать углы. Нам по сути нужно сточить угол по всей нижней части стопы. Также можно немножечко погладить пятку. Вот так сточить углы ей будет неплохо. Ну и вот эти углы тоже, знаете ли, нуждаются в полировке. Вот здесь, если смотрим сверху стопы, нам нужно скосить в первую очередь вот этот уголок и скосить его прям достаточно сильно. Плавно вывести его вот сюда. В итоге у нас получится, ну представьте, что на персонажа надета туфля. Или туфля правильно. А вернее правильно, туфель. Это же мужской рот. Ха-ха-ха, точняк. Ну так вот, туфель, он у нас надет, ну где-то вот здесь, да, такая галошка небольшая. Ха-ха-ха, или подследник. Мы, получается, стачиваем рельеф вот до него, до края воображаемого подследника. Видите, мы тут сглаживающей кистью еще дополнительно и шлифующей прошлись. Тут подследник достаточно неплохо так виден. Так вот, прикол-то в том, что начиная с этого подследника у нас происходит небольшое повышение рельефа. То есть, вот продолжаем линию подследника. Вот мы о ней примерно помним, да. Вот он здесь идет. Или это туфля. Ну знаете, на шпильках такие. Только здесь шпильку отломали и получилось непонятно что. А, это чешки, чешки, точно. Ха-ха-ха. Так вот, вот у нас чешка тут, например, есть. И выше этой линии мы вот так слегонца прям напучиваем. При этом помним, что у нас здесь острый уголок и, соответственно, его нужно сточить. Если мы его не сточили ранее, да. Вот так мы здесь все округляем. Достаточно неплохо так. Основной прирост, конечно, у нас приходится, если вот так мы посмотрим на стопу. Возьмем ее середину. Так вот, чуть правее вот этой середины, вот здесь у нас прям рельеф напучивается. В то время как здесь он тоже напучивается, да. Вот то, что у нас левее этой середины. Но немножко поменьше. И вот так пройдемся по нижней части стопы и прямо, знаете, немножечко еще добавим рельефа. Не сильно доходя до пальцев. То есть здесь прям едва-едва, а вот здесь прям достаточно массивно добавляем рельеф. Вот так по всему периметру. И в том числе залезаем даже вот сюда. На вот этот вот изгиб стопы. Здесь немножечко подровняем скос. Вот так прям это все сгладим. Точно так же сглаживаем вот так низ. Уголочки распрямляем. Теперь давайте сразу доработаем голень, чтобы она нас не смущала и позволила нормально продолжить лепить стопу. Нужно обозначить более явно щиколотки. Смотрите, что мы делаем. Нижнюю часть голени мы вот так визуально делим пополам. И вот у нас бугорок, который отвечает за щиколотку. Нам необходимо сделать следующее. Мы можем в режиме граб-силуэт вот так включить этот режим для кисти граб. Взять и пододвинуть с внутренней части ноги. Это у нас внутренняя часть ноги, если что. Пододвинуть ее по эту сторону от середины. Попутно ее немножечко сузив. То есть мы выдвигаем эту щиколотку вперед. Вот так, пожалуйста, мы ее догнали до середины. В то время как щиколотка с внешней стороны, она у нас наоборот, стремится скорее назад. Мы, соответственно, вот так берем и пододвигаем ее вот так вправо тоже. Вот так граб-силуэтом ее прибираем немножечко. Если неудобно, то можно выключить. Как вы понимаете, граб-силуэт воздействует только на ту часть меша, который к нам боковой своей стороной стоит. Если хотим двигать все, то отключаем эту опцию граб-силуэт. Вот так пододвигаем это все к середине, пожалуйста. Теперь также немного подскульптим вот эту часть голени, которая идет выше лодыжки. Режим граб-силуэт активен у нас. Делаем такой прогиб изнутри. Причем этот прогиб, он усиливается, подходя к щиколотке. С внешней стороны у нас как такового прогиба нет. У нас тут достаточно ровная линия. И она вот так вот переходит в щиколотку. Посмотрим на модель в виде сбоку. Немножко слегка можно еще пододвинуть вот эту переднюю часть. Слишком сильного прогиба здесь не делайте. Это все равно более-менее прямая линия. Она изгибается слегка-слегка-слегка. И максимально вот здесь вот. Итак, вот у нас две заготовки под щиколотки. Вот с одной стороны, вот собственно с другой стороны. Мы немного прокопаем вот здесь себе рельефность. Также убираем вот здесь, с этой стороны. Вот здесь у нас сухожилие от икроножной мышцы. Мы его в общем-то тоже так вот усиливать можем с двух сторон. Теперь нам эти щиколотки необходимо разгладить. Не сильно. Тут главное сгладить острые углы. Вот так немножечко их успокоим. Также успокоим вот эту щиколотку. А то она что-то разволновалась у нас, да? Подразгладить можно. Слишком долго на одной ноге не задерживаемся. Нам нужно почаще смотреть на обе ноги. Оценивать как это выглядит все вместе. У меня есть некое ощущение, что у нас вот эта нижняя часть голени слишком сильно сузилась. Такая бывает. Но вот конкретно для этого персонажа я не хотел бы делать настолько тонкие кости. И я поэтому их ну вот так слегка, слегка, прям ювелирно, ювелирно, немножечко, немножечко подрасширю. Уберу вот эти лишние прогибы. Тут что интересно, кстати. Чем больше развиты у вас икроножные мышцы, тем менее выраженная будет линия пятки. Тем меньше будет пятка торчать назад. Почему? Потому что у нас вот это сухожилие, оно за счет развитости икроножной мышцы более натянуто. И соответственно оно не дает вот такую округлую пятку. Оно наоборот вот так вытягивается, как струна, знаете ли. И тем самым пятка у нас ну так, едва-едва выпирает. После корректировки лодыжки мы переходим с вами к пальцам. С пальцами мы сделаем сейчас с вами такую штуку. Мы заходим в режим редактирования, тап, выделяем все. И затем нажимаем separate by loose parts. То есть мы отделим каждый палец в отдельный объект. Теперь мы с вами изолируемся с большим пальцем. Слэш на нампаде. Зайдем в режим скульпта. Сделаем ремеш. И теперь мы кистью scrape опять же стачиваем вот эти углы. А теперь мы посмотрим на нашу модель сверху. Возьмем кисть grab. Grab силуэт можно отключить, если включен. И взять вот так вот где-то за середину примерно. И начиная с середины, вот так вот большой достаточно кистью, смотря на палец сверху, вытаскивать такой ободок. Это площадка под будущий ноготь. Все, что выше, можно сгладить. Затем мы пересчитаем. Ctrl-R. Ну и немножко подгладим. Сохранив вот эту плоскую площадку сверху. Затем берем кисть clay strips. Вот так немного по бокам наращиваем объема, чтобы у нас в итоге палец скруглился. Принял ну вот такую форму. Как бы это типа кружок, но сверху его грань, площадь больше радиусом, чем остальной кружок. Вот так наращиваем объем. И причем снизу его немножечко побольше. И причем его побольше не только снизу, но еще и вот так вперед. То есть если мы представим себе вот такое яйцо, как всегда у нас все состоит из яиц. Вот в этой области мы наращиваем. И вот это яйцо, то есть мы на него смотрели сбоку. Тоже яйцо, только сбоку. Теперь то же самое яйцо, только, знаете ли, в анфас. Оно наблюдается у нас еще, если мы посмотрим на палец снизу. То есть вот оно яйцо. Ну вот так поровнее будет, да? То есть все, что у нас за пределы этого яйца выходит, мы вот так стачиваем. Причем стачиваем мы резко. Достаточно. То есть тут прям видимый рельеф. Тут нам плавно делать не нужно в данной ситуации. Почему? Потому что вот здесь у нас после вот этого яйца пойдет складка. Вот у нас, пожалуйста, яйцо в анфас. Вот у нас, пожалуйста, яйцо в профиль. Следующая часть, следующая фаланга этого пальца, она очень близка к форме цилиндра. То есть вот в этой верхней его части, мы смотрим наверх пальца, да, если что, мы можем его слегонца сузить. В то время как, если мы бы смотрели на него сбоку, мы его слегка расширим вот в этом месте. Вот, пожалуйста, такая у него цилиндрическая форма. Можно вот здесь, в нижней его части, чуть-чуть добавить мяса. Потому что здесь у нас, видите, получается, происходит некое такое приминание мяса, и оно здесь выпучивается. Это допустимо, это вполне можно сделать, можно не делать, как хотите. Чуть более жирные пальцы такие, знаете ли, мясистые, либо чуть более худые, все зависит от того, что вы делаете. И вот так в конце всего этого действа можно вот здесь, чуть левее середины, приопустить. Видите, у нас формируется ровный участок. Пусть он будет, потому что это у нас будет ногтевая пластина. В то время как вот здесь снизу, можно даже вот так чуть побольше приопустить, все. Вот здесь вот снизу у нас, ну, слегка идет уплощение. Уплощение, потому что, опять же, у нас персонаж стоит на твердом полу. Пальцы мягкие, пол твердый. Сами понимаете, что пол победил в данной истории. И вот эту цилиндрическую часть мы с вами можем просто взять вот так и туда немножечко продлить. Ну и затем мы берем с вами кисть Крис. Смотрим мы теперь на вот это яйцо. Можно на остальную ногу тоже посмотреть, почему бы и нет. Находим у нее середину, ну, где-то вот здесь. И здесь у нас будет начинаться ноготь. Вот здесь мы прям немножечко проколупаем себе границу. Вот так. Затем мы можем с пальцем изолироваться. И от вот этой вот отметки, давайте сделаем ее побольше маленечко, мы вот так проведем границы. Ногти у разных людей бывают, знаете ли, разного размера. У кого-то они занимают весь палец, у кого-то они там в центре пальца сосредоточились как точка. Но мы будем брать нечто среднее. Тут можно ориентироваться так. Вот у нас срединная линия, вот у нас концы. И где-то вот так пополам, и здесь пополам. Вот по этой линии мы с вами будем вести. Вот здесь он пройдет ноготь, и вот здесь пройдет ноготь. Ну и здесь на таком же расстоянии примерно, да. Ну и разумеется, вот это расстояние может меняться от края, да. То есть если ноготь отрос, то он может выступать даже за эту линию. Округлим немножечко вот эту границу ногтя. Она такая более-менее округлая. Затем мы посмотрим на палец. Вот так ему в торец. Прямо глянем. Здесь у нас, видите, немножко он стек вправо. Давайте его пододвинем маленечко. Вот так вот выровняем слегка. А пальцы, они, как правило, имеют тенденцию, наоборот, вот так, больше в наружную часть выпирать. Почему? Потому что здесь другие пальцы понатыканы, да. То есть вот они торчат, они же тоже имеют свой объем. И они вот эту подушку имеют свойство двигать туда, вот наоборот. Больше внаружу. Внаружу, да, вот такое слово бывает. Ну и теперь ногтевой пластине нужно по центру немножечко добавить округлости. То есть мы прям вот так поперек здесь скульптим. Тут у нас детализация невыдающаяся. Можно это исправить. Сделать ее более выдающейся, пока у нас тут не потерялась вот эта линия. Shift R. Давайте немножечко еще побольше себе добавим. Поплотнее сетку сделаем. Так, это у нас получается 3.045. Вот такой размер ремеша, ну, более-менее комфортен для пальца. Хорошо, мы это запомним. Мы берем кисть Криз, меняем ей минус на плюс. Вот так берем, проходим по этому краю, который у нас имеет тенденцию отрастать. Можно даже взять кисть побольше. Не доводить ее сильно до края, то есть это не по всему периметру делается. Мы тут сейчас делаем легкие уголочки. Но пока что мы вот так вот с вами наметим выступающий край ногтя, скажем так. Вот так наметили, ну и теперь кистью Move уже финализируем ноготь. Он у нас имеет свойство вот так вот здесь расширяться, а здесь немножечко сужаться. Причем вот эти грани, они достаточно плоские. Здесь силуэт подравниваем. Вот эту линию мы не теряем. Теперь после того, как мы наметили ноготь, мы видим, как он может влиять на силуэт непосредственно самой подушечки. Видите, здесь у нас плоские грани. Мы здесь можем тоже слегка, чуть-чуть сделать площадь. Если оставите их круглыми, пожалуйста. Но я вот думаю немножко сделать поплоще. Это поможет заодно впихать еще другие пальцы. С ногами такая штука, что постоянно проблема с размещением пальцев в ней. Их вот нельзя вот так растопылить, как на руке. И поэтому они там прям очень плотненько насажены. Друг рядом с другом они соседствуют. Теперь мы выходим из режима изоляции пальца. Смотрим на это все чудо вместе с ногой, вместе со стопой. И нам нужно сделать тут такую штуку. Мы берем большой достаточно кистью за тот конец, который примыкает к стопе. И пододвигаем его вот сюда внутрь. То есть к внутреннему краю стопы. Вот так мы его двигаем. Также выравниваем вот здесь вот. То есть ну прям вот пододвигаем это к низу стопы. И также с этого ракурса тоже пододвигаем. Смотрим на стопу снизу. Саму стопу мы можем немножечко приблизить вперед к пальцу. Тем самым сократив вот это цилиндрическое расстояние. И также сместим немножечко вот это яйцо. Ну то есть вот этот край яйца к стопе. Немножечко приблизим его. Тем самым он у нас немножечко увеличится. И слегка мы его сузим. Для того, чтобы у нас влезли другие пальцы. Не пытайтесь сделать пальцы ровными. Они таковыми не являются. Мы потом их еще дополнительно подрихтуем. И сделаем нужной формой. Но сразу имейте ввиду, что пальцы они не прямые. Они все кривые. Они все кривые. И в общей своей массе они имеют такую направленность. То есть у нас вот она стопа идет. Вот так прямо допустим. А пальцы они вот так вот все смотрят в кучу. Соединяются в какой-то такой точке. Но она явно здесь где-то подальше. Но они туда стремятся. И сейчас мы можем сделать две вещи. Мы можем брать каждый палец и скульптить по отдельности. Либо мы можем включить немножечко лени и подумать. Действительно ли лень это двигатель прогресс? В нашей с вами ситуации, я вот здесь немножко скруглять буду пока рассказываю это. А знаете ли план вот этот коварный свой. Мы можем взять в общем вот этот палец и раскопировать его еще четыре раза. С естественно некоторыми модификациями. Сделаем мы как? Как вы понимаете явно не по пути трудолюбивому. По пути мы проследуем лени некоторой. Но назовем мы это оптимизацией. Shift D. Нажимаем на пальце большом. А после дублирования пальца. Выделим вот эти вот заготовки. Вот этот вот блок-аут наш. Сделаем им следующую штуку. Мы нажмем им Display as Wire. Но только нажмем это с Alt. Для того, чтобы данный атрибут применился ко всем четырем пальцам. А не только к активному. И это у нас будет знаете ли как ориентир. Как ориентир мы будем по ним выстраивать. Все прочие пальцы будем понимать в каких пределах данный палец может существовать. Единственное что. Вот здесь от 3D курсора. Мы все таки немножечко их все вместе вот так слегонца расширим. Да то есть чтобы ну были более менее одинаковые промежутки между ними. Мы берем сдублированный большой палец. Мы берем блок-аут. Получается указательного пальца ноги. Ну что такое взял поднял ногу. Вон туда иди. И все. Указателем пальцем ноги. Очень удобно. Но тем не менее мы вот это изолируемся. И теперь наша задача. Трансформировать этот большой палец так. Чтобы он по толщине был примерно такой же как блок-аут. По высоте ну тоже плюс-минус такой же как блок-аут. Что мы делаем. 3D курсора ставим сюда. И вот так скейлим по оси Х. Не сильно. Ну как бы тут уже да. Беда. Но тем не менее. Скейлим по оси Y. Пододвигаем вот так сюда поближе. Ноготь у нас тут кстати есть. Видите. Есть ноготь. Вот так немножко подгоняем это все добро. Ну и по высоте. Тут давайте ориентироваться по пиковой точке. Вот по вот этой вот. Допустим что-то такое у нас получается. Ладно. Тут конечно без скульпта никак не обойдешься. Потому что большой палец и все прочие 4 пальца они отличаются между собой. Мы сейчас сделаем указательный палец хороший красивый. И потом уже будем дублировать его. Все трансформы мы берем и применяем. Ну и теперь вот это нечто нам нужно с помощью режима скульпта превратить в указательный палец на ноге. Я не уверен что он так называется. Но мы будем его так называть. Берем кисть греб и вот так для начала. Ноготь. Делаем более квадратным. То есть пододвигаем вот эту всю массу к ногтю. Затем непосредственно кончик этого пальца мы тоже пытаемся округлить. Затем мы смотрим на него в профиль. Вот так сбоку. Берем кисть побольше. Вот так его приминаем. Со стороны ногтя так точно. Нам в общем целом нужно чтобы в сечении он все равно получился у нас достаточно округлым. Теперь смотрим на него снизу. Тут у нас было яичко. Это яичко оно у нас остается. Оно только более округлое. Мы берем вот эту границу пододвигаем прям вперед. Ощутимо вперед. Затем немножко пересчитаем себе топологию. Ctrl R. Подразгладим вот это яйцо. Потом мы его еще лучше сделаем. Но самое важное что в данной ситуации необходимо сделать. Так это взять вот это расстояние яичка отсюда. И отложить его сюда. И здесь вот так прокопать еще одну фалангу. То есть здесь у нас будет складка. Как вы понимаете. А над ней у нас будет шишка. Но для начала давайте форму всего пальца вот так мы приплюснем. Ну и после приплюскивания мы вот здесь прямо начиная сбока делаем такую шишку. Здесь у нас сустав. Вот здесь у нас тоже сустав. Но сейчас у нас тут слишком сильно выпирает рельеф. Все равно его сгладим. Немножечко углубим. Вот так вот. Ну и здесь такую легкую шишечку можно наметь. Вот здесь между двумя суставами можно немножечко даже углубить. Если вы хотите получить знаете такие более фактурные ноги. Как вот на картинах изображают эпохи ренессанса. Там же прям вот такие знаете толстые люди. С очень фактурными руками и ногами. У них прям суставы они торчащие. А кости тонкие. Мы немножечко тоже в эту степь так углубимся. Почему нет если что разгладим. Ну и здесь как вы помните у нас идет яйцо. Мы его немножечко вот так вновь округляем. Не теряем его круглость после деформации. А вот на фалангах мы тут делаем такую штуку. Сейчас у нас основной объем сосредоточен ну где-то посередине. Вот здесь у нас основная выпуклая область. Прикол в том что на пальцах, что на руках, что на ногах объем он как будто тянется к концу пальца. То есть у нас вот здесь достаточно ровно идет. А потом вот такая вот напученность и происходит складка. То есть вот этот весь объем он у нас должен отсюда переместиться вот сюда. То есть здесь у нас самое выпуклое место находится. Вот тут. Мы тогда его здесь наращиваем. Вот здесь мы немножечко убираем. Объем перемещается вперед. Это хорошо. Ну и в завершении мы сделаем этот палец более-менее одинаковой толщины. То есть вот здесь немножечко приопустим. Ну чтобы у нас было такой же толщины как и вот здесь. Ну и теперь мы выходим из режима изоляции. Смотрим на палец. Этот палец в свою очередь он должен быть ну немножечко вот так давайте его отклеим от большого пальца. Плюс он слегка изгибается опять же вот так вот сюда внутрь. То есть самый прямой у нас по сути получается это средний палец. А все пальцы которые слева и справа от него к нему кренятся. Теперь мы с вами дублируем вот этот указательный слепленный палец. И мы делаем не средний палец. Мы делаем мизинец. Почему? Скоро объясню. Есть одна очень прикольная штука, которую я только что придумал. Но она весьма хороша. Смотрите. Мы вот этот палец берем. Изолируемся с блокингом мизинца. Вот так. Ну и соответственно вот этот палец нам необходимо повернуть. Вот так от 3D курсора. Вот так вот его уменьшить, но не по всем осям, а только по оси Y. Если нажмете 2 раза Y, то будете скейлить по локальной оси. Нам в принципе так больше подходит. Вот так его скейлим. Вот так немножечко еще поворачиваем. Ну вот допустим, да. И также в виде сбоку мы это подгоняем. Вот так по высоте и вот так по повороту. Вот так выровняли. Обязательно применяем трансформации, но только скейл. Не все трансформации, а только скейл. Применили. Теперь мы можем либо в режиме редактирования, либо в режиме скульпта. Вот этот палец немножечко загнуть. Загнуть по фалангам. Я буду это делать в режиме скульпта, потому что так более наглядно. В режиме редактирования тут чернота, ничего видно не будет. Поэтому в режиме скульпта я это сделаю. Вот так бокс маской. Выделю первые две фаланги. Инвертирую ее. Вызову здесь инструмент Rotate. Поставлю 3D курсор. Ну вот сюда давайте в центр пальца. И вот так немножечко его согну. На 15 градусов будет достаточно. Затем снимаем маску. Alt M. Делаем еще одну маску. Ну здесь будет удобнее наверное лассо использовать. Вот так еще одну маскируем часть. Тоже инвертируем маску. Мы ее вот так вот разглаживаем. Smooth Mask. Итерации тут 30 штук. За мной не факт что видно, но если что тут в контекстной менюшке 30 штук. Ставим 3D курсор сюда. И вот эту часть мы с вами поворачиваем вот сюда. Градусов на 25. Снимаем маску. Ну и теперь выравниваем изъяны. Делаем фаланги более цилиндрическими. Скашиваем тут лишний объем. Разглаживаем. Заостряем его немного. Большой кистью вот так. Ногтевую пластину немножечко вытаскиваем наружу. Чтобы она у нас была нормальная. Можно вот так вот разгладить ее всю и наметить ноготь по новой. Так может быть более удобно привести в чувство данный палец. Немного примнем вот так внешний край ногтя. Здесь он уже не настолько сильно торчит вверх. Вернем объем ногтевой пластины. Вот так. Ну и посмотрим на всю ногу целиком. Выйдем из режима изоляции. Чуток еще подомнем мизинец. Подтянем его за середину. Немножечко тем самым изогнув. И вот так сравняем его со стопой. Ну и теперь. Основной прикол который я придумал. Смотри. Мы берем указательный палец. Мы его вот так дублируем. Отдвигаем. Теперь мы берем мизинец. С шифтом щелкаем по дубликату указательного пальца. Заходим вот сюда во вкладку Mesh. Object Data Properties. Находим здесь вкладку Shape Keys. Вот она пожалуйста. И здесь нажимаем на галочку. И тут мы должны найти параметр Join as Shapes. Прикол заключается в том, что теперь у нас палец один морфится в другой. То есть у нас указательный палец морфится в мизинец. И как вы понимаете. Если мы заморфим его на одну треть. Ну где-то одна треть от одного. Это где-то 0 там 3 3 3 3 3 3 3 3. Ну давайте 0.35. Округлим. У нас получится средний палец. Вот так мы его заморфили на 0.35. Разместили примерно на своем месте. Потом еще подкорректируем. Затем мы его дублируем. Вот так. И морфим его уже на 0.75. Пододвигаем вот сюда. У нас получается что? У нас получается безымянный палец. Таким образом у нас форма одного пальца плавно перетекла в другой палец. Теперь нам нужно их расставить. Вот так изолироваться с ними. И со стопой заодно. Вот этот блок-аут по сути нам уже не нужен. Мы его можем удалить. Вот эти формы нам мешают. Будем расстыкивать пальцы. Хватаемся за безымянный. 3D курсор ставим куда-нибудь сюда. В его начало возле ногтя. Трансформация 3D курсора. Берем и поворачиваем. Опять же помним про логику. Что у нас пальцы все стремятся соединиться в какой-то из точек. Вот так расставляем вот эти 3 пальца лесенкой. А вот положение пальца, который мы тут решили назвать указательным. Оно может варьироваться. Бывает что этот палец идет вровень с большим пальцем. Это один тип стопы. И это самый распространенный тип стопы. Бывает что все пальцы идут лесенкой. Это второй тип стопы. Бывает что вот этот палец, указательный, ну и средний палец, они на одном уровне, а вот эти идут лесенкой. Так тоже бывает. Ну, немножко помягче это происходит. Тогда у нас стопа такая более круглая. Мы сделаем с вами более классический вариант. Это когда у нас указательный палец примерно на том же уровне, что и большой, но немножко его отодвинем вот так. Теперь, когда все пальцы расставлены в виде сверху, проверим, что они у нас находятся все на одной плоскости. Можно чутка приопустить. Вот так они у нас все упираются в пол. Все на нем лежат. Ну и теперь вот этим двум пальцем нам вот эти шейпкеи нужно применить. Делается достаточно просто, как всегда, просто конвертацией в мэш. Конверту в мэш исчезли шейпкеи. Конверту в мэш шейпкеи пропали. Затем мы войдем в режим скульптинга стопы. Скульптим стопу. Следующим образом мы смотрим на нее сверху. Берем кисть грэб, достаточно большую. И нам нужно вот эту линию. Вот эта линия, она у нас сейчас достаточно ровная. Она должна быть слегка изогнутая. И изгибается она таким образом, что вторит вот этой линии. То есть она у нас, видите, вот так идет. С таким вот изломом. Соответственно, вот эта линия должна пойти, ну, точно так же, параллельно. Мы берем и пододвигаем часть стопы сюда. И таким образом у нас эта линия параллельна во всех местах линии пальцев. Затем смотрим на вот этот край в торец. Можем его слегка приопустить до уровня пальцев. Ну, прям совсем чуть-чуть. При этом здесь у нас, видите, верхушки пальцев. Они у нас тоже идут такой немножечко дугой. Вот так они у нас идут по дуге. И нам на данном этапе нужно взять кисть крис. И вот от линии, где пальцы у нас разделяются, прокопать такие канавки. Мы копаем канавки вот здесь. Можно их слегка вот так вот наметить визуально и по всей длине стопы. Смысл в том, что мы сейчас намечаем промежутки между плюсневыми костями. Но слишком здесь сильно не копаем, потому что здесь у нас находится что? Вот такая вот мышца. Поэтому мы ее не уничтожаем. Она у нас тут образует некий бугор. Вот она, пожалуйста. Поэтому просто слегка-слегка вот так можем себе наметить. Вот отсюда от центра к пальцу. А вот уже при подходе к пальцам мы вот здесь прям так хорошо глубоко копаем. Если неудобно кистью крис, можно стандартно кистью клейстрипс. Нам здесь важно углубить. Сделать такие вот прям ямы. В местах, где у нас должна быть плюсневая кость. Ну вот здесь, например, видите, да? У нас идет мизинец. И вот, пожалуйста, его плюсневая кость. Она тоже круглая. Но здесь у нас как будто бы недостаточно рельефа. Мы можем немного его нарастить. Вот в этом месте. Прям так не жалеючи напучить. Таким образом у нас здесь силуэт стопы тоже станет более верным. Со стороны большого пальца аналогичная ситуация. Можем слегка-слегка вот здесь нарастить. Здесь идет тоже плюсневая кость. И как видите, она здесь самая толстая. Теперь мы немножечко подразгладим созданный рельеф. И нам также важно здесь наметить сухожилие. Вот они, пожалуйста, идут вот здесь. Чтобы лучше понимать, как мы их будем рисовать и откуда будем ввести, выйдем из режима изоляции. Посмотрим на стопу вместе с голенью. Потому что именно мышцы голени управляют у нас разгибанием пальцев. Первонаперво мы с вами проскульпчим вот это зеленое сухожилие. Но он вот в какой-то изоленте. Нам не важно. Мы его просто делаем на этом же месте. Берем и вот так прям ведем его по плюсневой кости. Ну, которая здесь была. Да, мы и намечали ее. Ведем прям по ней. И выводим вот так сюда на голень. Это у нас раз. Рельефная штука. И вот так у нас идет далее 4 сухожилия, которые объединены в один пучок. Мы себе намечаем точку где-нибудь вот здесь. Это точка схода. Точка встречи всех сухожилий. И вот так от каждого пальца ведем такие лучи. Они все должны соединиться у нас в одной точке. Здесь получается такая штука, что большой палец сам по себе. А вот эти все маленькие пальцы, они управляются уже из одного места. Ну, из одной точки. Ладно, так вот лучше сказать. Что еще важно. Мы должны посмотреть на ногу снизу. На стопу. Мы должны посмотреть снизу. Здесь посмотреть на центр. На центральную линию. И чуть левее ее. Ну, мы по сути то же самое вторим. Линии пальцев. Только здесь мы задвигаем побольше, чем мы это делали сверху. Можно вот так изолироваться со стопой. И прям вытащить вот эту нижнюю часть. И она должна выступать больше, чем верхняя часть. Вот таким образом. Здесь получается такая наклонная линия. Образовавшийся уголок можно сточить кистью скрейп. Вот так стачиваем. Просто плавно подводим это к пальцам. Ну и затем, когда мы немножечко это сточили, мы берем кисть Крис. И на стопе между указательным и средним пальцем, вот в этом промежутке мы начинаем делать такое углубление, которое у нас вот так плавно рассеивается в обе стороны. Здесь можно просто эту линию вот так вот сгладить. Она на самом деле продолжается и дальше, вот эта складка по стопе, но на рельеф она общий не влияет, а непосредственно ее мы сделаем уже на этапе текстуринга. Нам сейчас пока она не важна. Самое воздействующее на рельеф это вот эта вот складка, которая ближе к концу стопы. Ну вот которую как раз таки мы сейчас с вами и делаем. Образовавшиеся подушки можно немножечко вот так поднадуть дополнительно. Плавно движемся вот так вниз. И вот так здесь на пятке мы можем немножечко побольше добавить рельефа. Не слишком много, чтобы у вас не слишком сильно терялась плоскость стопы, но при этом окрыбовость должна остаться. То есть вот такая вот интересная штука. Мы делаем стопу достаточно плоской, потому что он стоит на полу, но при этом нам все равно необходимо вот это слегка вытащить, слегка округлить. Мы не касаемся вот этого места. Здесь у нас стопа не касается пола вообще в принципе, если только у персонажа нет плоскостопия. Ну у нашего персонажа нет. И вот здесь на подходе к пальцам мы добавляем еще вот такую подушку вот сюда. У нас тут получается такая несимметричная ягодицы, две штуки, одна побольше, другая поменьше, с кем не бывает. Вот как вы понимаете, эти подушки, они амортизируют ногу при ходьбе, ну и при беге тем более. Поэтому они здесь такие появились. Ну и вот в таком виде мы стопу с вами оставляем. Вот так немножко сгладим, чтобы здесь не было перепадов слишком резких, чтобы линия была, ну более-менее такая ровная. Так мы ее оставляем. Ну и в конце хотелось бы узнать, какого размера нога у персонажа. У него рост, напоминаю, если ориентироваться по мерному столбику, составляет 180 сантиметров. Для его роста средняя длина стопы это где-то 29-30 сантиметров, 44-45 размер обуви по российским меркам, 11,5-12 по американским меркам, 46-46,5 по европейским меркам, где-то так. Соответственно, мы берем с вами вот эту вот фигуру, применяем на всякий случай ротации скейлы, смотрим по оси игры, у нас 23 сантиметра. Очень маленькая нога. Очень маленькая нога, не характерная для такого роста. Нам нужно это увеличить существенно до 29 трансформации от 3D-курсора. Берем и делаем больше. Мы можем увеличить где-то на 1,1 по всем осям. И затем идет такая закономеренность, что чем нога длиннее, тем нога непропорционально больше. Она именно что длиннее. Поэтому мы ее слегка увеличили по всем осям. И затем мы остальную длину добьем уже увеличением по оси Y. Вот так чисто по Y мы увеличиваем, так чтобы палец у нас и пятка коснулись вот этих вот ограничителей. Ну и теперь мы вот этому всему выделенному, все что относится к стопе, мы применяем все трансформации. Затем нам нужно это отзеркалить по новой. Так, вот эти пальцы у нас тут быть не должны. Выделяем все пальцы. И наследуем от того пальца, у которого миррор есть. Ну вот допустим отсюда. Ctrl-L, Link, Copy Modifiers. При желании сейчас можно слегка расширить стопу. Типы стоп бывают разные. У кого-то они широкие, у кого-то они узкие. А у этого персонажа, ну я задумываю, такие достаточно узкие стопы. Но немножечко все-таки для гармоничности мы их так вот прям самое малое с немножечко расширим. Вот, возможно. 100% мы с вами еще будем балансировать этого персонажа. То есть сейчас у него ноги достаточно такие полные, прям накачанные. Ну потому что мы тут с вами скульптили мышцы. И когда ты скульптишь мышцы, каждую мышцу по отдельности, то ты невольно все это дело перекачиваешь. Это нужно будет подздуть. То есть объем ног слегка уменьшится у нас. Руки, когда мы будем делать, тоже посмотрим, что с ними будет происходить. Ширина талии, ширина грудной клетки, немножко размер головы, он тоже будет у нас подвергаться изменениям. Нам в конечном итоге нужно привести этого перса к гармоничному виду. Этим всем мы будем с вами заниматься в следующих сериях курса. А пока что мы берем вот так, включаем тени, скрываем мерный столбик. Вот так. Выключаем все оверлей, смотрим на перса и радуемся. Ну а на этом спасибо большое, что смотрели. На канал подписывайтесь, лайкайте. Увидимся с вами в следующей серии курса. А также большое спасибо тем, кто поддерживает меня на Boosty. Они также увидят дополнительную, эксклюзивную серию, посвященную скульптингу определенных запчастей в мужском организме. Вот это байт. Все, всем спасибо, всем пока. Звенящая позиция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...